Связали передние лапы и с 10 этажа сбросили в мусоропровод. Так, по версии хозяев, их кот Маркиз встретился с настоящим садизмом. Пару дней назад он незаметно сбежал из квартиры. Нелли Алексеевна повесила объявление, на которое сразу отозвались. Звонит в домофон, вот это вот, дворничиха. Говорит, вы потеряли кота? Я говорю, да. Она говорит, кажется, ваш кот лежит в контейнере для мусора. Ну, я говорю, я сейчас прибегу, ну и побежала туда. А дверь открывая, она говорит, он, похоже, еще живой шевелится. Кот оказался жив, но после пережитого совсем нездоров. Ну вот, получается, здесь подушечки лопнутые, там когти вырваны, но я боюсь показывать. Справки от ветеринаров. Сотрясение мозга, ушиб внутренних органов, шоковое состояние. Каждый день уколы. Кот и без того пугливый, теперь с трудом сидит даже на руках у хозяйки. Алина решила не оставлять это безнаказанным. Я приезжаю в полицию, пишу заявление. И как раз вот этому человеку, кто у меня принимает заявление, звонят и говорят, то, что вот сегодня ночью или днем уже в травмпункт поступал человек с Балтийской 44, кошка его расцарапала. Оказалось, в травмпункт обратился Артем. Сосед, который с хозяевами маркиза, живет на одной площадке, через стену. Он написал сообщение Алине, где признался, что он не истязал кота. Хотя последний, цитата, вцепился в руку и жевал до кости. Мы хотели сами поговорить с Артемом, тем более соседи рассказали, что работает он на дому. Артем, мы знаем, что вы дома. Откройте, пожалуйста. Но Артем так и не открыл. В полиции нам ответили, что участковый сейчас рассматривает два заявления. От поцарапанного соседа и от хозяев кота. Да, никакое дело пока не заведено, но если происшедшее с маркизом будет признано жестоким обращением с животными, то обвиняемому будет грозить наказание, вплоть до лишения свободы на три года. Андрей Дриер, Андрей Печеркин. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok